желтки отделяют белка у меня даже сюрпризом 2 желтка в одном яйце можно 2-3 желтка вкус от этого не меняется добавляя растительное масло немного соли и экстракт ванили можно конечно заменить и на ванильный сахар еще добавляю разрыхлитель сметану у меня 20 процентная и муку конечно надо обязательно просеять теперь замешиваю тесто буквально пару минут совершенно простой рецепт и тесто получается мягкая а что еще очень важно без сахара а сладость придаст сгущенка из теста делаю небольшую лепешку толщиной примерно 2 сантиметра заворачиваю тесто в пленку и отправляю в морозильную камеру минут на 30 чтобы немножко подмерзла так будет легче дальше работать с тестом ну а теперь натираю на крупной терке застывшее тесто прямо на противень застеленный пергаментной бумагой распределяю ровно по всей поверхности и в духовку минут на 15-20 при температуре 180 градусов пока тесто в духовке приготовлю крем к вареной сгущенке добавляю растопленное сливочное масло и перемешиваю до однородной массы тесто готово остыло и теперь добавляю тесто разламывая на маленькие кусочки прямо в крем и хорошо перемешиваю всю массу мне нравится торт с орехами сегодня у меня грецкие можно добавить какие вы любите иногда под настроение даже добавляя сушеную вишню или клюкву тоже очень вкусно друзья как вы готовите торт муравейник напишите пожалуйста в комментариях теперь на блюдо выкладываю торт в виде муравейника ну и конечно как же муравейник без муравьев здесь отлично подойдет мак или гранулированный шоколад оставлю тортик в холодильнике на пару часиков пусть пропитается с муравьишками получился как настоящий торт пропитался и скорее отрежем кусочек мягкий и этот манящий аромат сгущенки с чашечкой чая или кофе это просто супер спасибо что смотрели нас прошу к столу и приятного вам аппетита аппетита